В Грузии начали печатать фашистскую литературу. Там усиливается пропаганда радикальных идей нацизма и расовой теории. Речь идет о книге лидера нацистской партии Адольфа Гитлера «Моя борьба», которая сейчас свободно продается в книжных магазинах Грузии. Что интересно, в самой Германии книга признана запрещенной ввиду идей нацизма и антисемитизма, а вот в Грузии совсем наоборот. Она расходится с большим успехом. Грузия получила такое распространение имеет определенные объяснения. И они в целом находятся в русле той националистической радикальной политики, которая ведется на протяжении уже десятилетий. Комитет госбезопасности нашей республики сделал по этому поводу заявление, в котором обращает внимание на радикализацию Грузии. Появление в Грузии в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне книги главного нацистского преступника 20 века является актом предательства памяти всех погибших в боях за свободу и независимость стран-союзников антигитлеровской коалиции, а также прямым оскорблением участников войны, ушедших на фронт с территории бывшей ГССР, независимо от их национальной принадлежности. В своей основной масти грузинская эмиграция, то есть фактически грузинская политическая элита, которая была вынуждена бежать из Грузии после ее захвата Красной Армией, они в своей основной масти пригнули к гитлеровской Германии. В своем заявлении КГБ Южной Осетии указал и на то, что запрещенная книга появилась именно в траурные дни столетия геноцида осетинского народа. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что тупилистский режим вместо признания своей ответственности за совершенные в 1920 году преступления против человечества продолжает испытывать интерес к радикальным идеям и вынашивать в отношении Южной Осетии преступные и агрессивные замыслы. Подобная политика не раз приводила Грузию к краху, но история, похоже, их ничему не учит. Аллан Тибилов, Александр Кочев, информационный выпуск сегодня.